слава украине привет всем от полонского курская вот эта операция украинская она увидите войдет еще в учебники военного искусства дело в том что она скажем так она не рядовая она внезапная и это то что так любят военные историки это то что так любят те вообще кто хоть немножечко соображает военном деле смотрите с чем мы столкнулись украина столкнулась явно превосходящей силой россии и россия скажем так вообще вся российская военная стратегия она основана на том чтобы за счет огромной человеческой массы и огромной массы техники просто-напросто раздавить расплескать противника ну как они сделали вот например какой то был 2008 год в грузии да когда они просто раздавили грузинскую армию огромной массой своей пехоты и огромной массой свои своих танковых частей механизированных частей которые просто проехались по ним ну используя скажем так свое подавляющее превосходство в живой силе и техники вот это их как бы конек они у них есть четкая вертикаль власти сверху донизу шаг влево шаг вправо сами понимаете это все наказуемо у них есть строго утвержденный план есть умный это тот кто начальник есть ванька дурак это тот кто ниже а снизу под этим ванькой дураком уже есть ванька дурак в квадрате потому что должен выполнять все это дело да вот и вот таким вот образом россия рассчит и рассчитывает побеждать и собственно говоря побеждала хотя побеждал очень относительно особых бенефитов от ее не приносила скажите мне в каких войнах россия или там ссср который пользовался абсолютно такой же стратегий побеждал самостоятельно да они могли раздавить пражское восстание 68 года они могли там венгрию 56 сдавить не вторая мировая война ну извините там американцы вытянули без американской помощи от советского союза котлеты бы не осталось вот очевидно это тут даже нечего выше без топлива без авиации так далее ну куда ты заедешь никуда то есть нет вторая мировая раз в этом плане антиреклама вот грузинская компания да или когда они наехали на эту манюсенькую молдову то есть в случае когда соперник явно слабее чечень чечня да вот когда они напали на чечню тоже из этой же оперы сейчас в сирии вот там немного другая ситуация но тоже грубо говоря раздавить да раздавить повстанцев и так далее у которых нет оружия они эту же стратегию принесли и в украину надеясь раздавить в силу и остались в шоке что ничего из этого не получилось значит было уже это уже вторая операция в результате которой расисты но несут не только потери в живой силе и техники но и имиджевые сумасшедшие потери первое позорище это было двадцать второй год скажите мне харьковская область когда им там наклепали так что нет слов да и вот сейчас второй раз это курская народная республика когда им собственно говоря их собственно говоря второй раз поставили раком теперь как это могло произойти смотрите когда расисты нападают с массой именно массой они не рач они рассчитывают что противник будет действовать противник стандартно да то есть он противопопытается противопоставить но все что у него есть вот эти вот силам которые в лоб прут на него то есть нашей ситуации вот сейчас они прут там на покровск на торецк на купинск используя просто массу ванек которых они утилизируют которым никто счета не ведет их просто списывает их даже никто не списывает боих имен никто не знает да то есть которых они просто утилизируют вот и надеюсь выйти на какой-то оперативный простор прошел сколько уже год наверное около года когда они начали это наступление ладно больше полугода скажем тогда ни на какой оперативный простор они не вышли ни о каких прорывах даже речь не идет единственное что ним чем они могут похвалиться там в день это захваченной посадкой площадью длиной 257 квадратных, извините, 257 метров 42 сантиметра, и положив на участки 200 ванек. Вот это то, что у них, как говорится, то есть продавливанием массы. И они не ожидают от противника чего-то такого, что вышло бы вот за то, что у них в башке. Фронт, масса, вперед за Сталина, за Родину, за Ленина, за Чингисхана. И когда получается вот такая вот ситуация, как в Курской Народной Республике, когда тонкая красивая операция, блестяще спланированная, которую они не ожидали, они впадают в состояние Гроги. То есть это актер, который иногда он влетел, он не понимает, он же бил соперника, он только что его излупил, так что уже лупил, не это стало. Тут Лусь пропускает удар, у него звездочки полетели, ушки скрутились и так далее. Он лежит на полу, пытается встать, не может понять, что ему делать. Все шло так хорошо, я же в два раза сильнее. Но не все оказывается шло так хорошо. Они, еще раз говорю, расисты не ожидают от противника, когда они воюют, в частности от Украины сейчас, они не ожидают вот таких вот ударов под дых, которых они не могли предусмотреть. И вот вообще, что главное в военной науке, это эффект внезапности. Когда ты атакуешь в лоб, вот как они это делают сейчас, то, что считается за 100 километров, понятно, что они продавить что-то там могут, за счет массы, за счет там сотни сожженных танков своих собственных. Но это упрется опять в следующую гряду окопов, и все это заглохнет рано или поздно, потому что у окончатся солдаты, рано или поздно. Еще раз говорю, Россия не Китай. У нее ни солдатов нет, ни ограниченного количества, ни денег, ни техники, ничего этого нет. Это все, знаете, если бы это все было в огромном количестве, как у китайцев, да, например, я всегда даю пример, Россия бы сейчас так не паниковала, не было бы такой крик, такого крика, сейчас бы не поднимался бы на уши Лукашенко, и вообще не требовались бы вот эти переговоры, не было бы всей этой шумихи нездоровой. А так как у них паника, крики, то вот этот эффект внезапности, который наши проявили, будучи в Курской Народной Республике, он полностью принес свои плоды. И посмотрите, еще один момент, вот разница между, да, и, кстати, мы точно от того же и страдали. Вспомните наше распиаренное наступление, вот вместе с американцами готовили, готовили в двадцать третьем году, и, и пшик, абсолютно то же самое, что у расистов сейчас, но да, где-то там продвинулись к Работино. Кстати, они Работино так и не захватили в результате расистов, так оно в серой зоне и есть, не захватили. Вот, ну вот, ну, скажем так, это можно назвать разгон на рубль, удар на копейку. Почему? Потому что все было предсказуемо. Пути наступления за полгода, ну, нам же не давали ни оружия, ничего, были изучены, перерыты окопами, минными полями и так далее. Лучше бы даже, может, и было не начинать этого наступления, ну, потому что, ну, оно сразу было понятно, что дело не пойдет. Вот как у расистов сейчас. Абсолютно так же. И сравните это с сегодняшним контрнаступлением в, скажите мне, в Курской народной. Эффект внезапности и прорыв сразу же, который тебе дает, как вам сказать, тактический прорыв, который тебе дает выход на оперативный простор. Это же очевидно. Когда за несколько дней захватывается, там, не знаю сколько, но больше тысяч квадратных километров. Буквально за несколько дней. Куча пленных, опять-таки, это сюда же куча пленных, потому что это всегда, когда ты охватываешь огромные территории, враг не успевает отступить, соответственно, его солдаты оказываются в окружении, а оказываются в плену, там уже 2-2,5 тысячи этих пленных. То есть тысячи пленных оказались. Вот это я называю действительно искусным. То есть внезапность позволила деморализовать расистов, внезапность позволила разрушить их вот эту цепочку сверху донизу приказную, да, то есть управление. Почему? Потому что получается, что часть их командиров где-то сбежала, часть пропала, часть еще что-то с ней произошло, они не могли больше командовать, а командиры снизу не привыкли действовать без указки сверху, потому что у них все построено на этой палочной дисциплине. Кто был в советской армии, тот знает, на российской ничего не изменилось. Вот. И у них, значит, пропала логистика, пропала управляемость, исчез личный состав в неизвестном направлении, и все посыпалось. И наши вышли в результате на оперативный простор. В результате они вот находятся уже, ну сейчас еще дальше, но на тех позициях, на которые находятся сейчас, захватив там, точнее освободив от расизма более, по-моему, 80 уже населенных пунктов. Вот так вот, друзья мои. Так что, смотрите, Россия не первая, кто попала в торбу, вот когда имеет небольшого, скажем так, противника относительно, ну, Украина же нельзя сравнивать по размерам, да, возможности тоже нельзя сравнивать. Но по зубам дала, очень хорошо. И сейчас у Путина такая вот, знаете, дилемма получается, то ли ему проводить мобилизацию, ну а что проводить мобилизацию, их же надо одеть, обуть, обучить, накормить, ну это вооружить, а нечем. То есть мобилизация сама по себе ничего не даст. То ли ему теперь надо перебрасывать войска с Донецкой, там еще где там, Херсонской, Запорожской области, Харьковской, я тоже не забыть, всех в Курскую туда, с тем, чтобы каким-то образом купировать это все дело, это тоже не получается. Они сейчас туда порядка 5000 человек перекинули, но они не решают проблемы, они продолжают отступать, особенно вот там вот в районе Рельска, там вообще у них весело все, да, там сейчас вообще бутылочная горлышко такое образовалось через один оставшийся мостик небольшой, грунтовую дорогу, то есть все-все, все крайне неприятно. Вот, они не знают, что делать. Почему? Потому что вся стратегия Путина и путинской армии построена на тех же самых основаниях, на которых была построена сталинская стратегия, огромного количества войск, огромное, да, насыщение переднего флота, вперед, ура, ну что, сходили вперед, ура, вот и я об этом. Вот, то есть всегда, скажем так, побеждает тот, побеждает тот, кто действует нестандартно, внезапно, и еще раз говорю, вот эта вот операция в Курской Народной Республике еще будет изучаться очень многими, так же, как и Харьковская операция, кстати, когда генерал Лапин там получил по соплям. Вот эти вот две операции будут очень хорошо изучаться в военных академиях всего мира, а вы говорите, надо было.